Бабочка села на человека. Приметы расскажут о предстоящих переменах. Порхающая бабочка – символ легкости, радости, счастья. В народе также говорят, что она является олицетворением души, вылетевшей из тела, которое старается донести важные известия. Суеверия, связанные с этим насекомым, в большинстве своем добрые и приятные, а самые любопытные приметы рассказывают о том, чего ожидать, если бабочка села на человека. Бабочка села на человека. Бабочка является олицетворением души, вылетевшей из тела, которая старается донести важные известия. Толкование в зависимости от части тела. В общем смысле по приметам, когда бабочки садятся на человека, они приносят ему хорошие новости. При этом в народе говорят, что не нужно прогонять легкокрылую красавицу. Позвольте улететь ей самостоятельно, и тогда радость не заставит себя долго ждать. Но значение приметы о бабочке, которая села на человека, будет меняться в зависимости от того, на какую именно часть тела она решила приземлиться. На голову. Бабочка залетела в квартиру через окно и села вам на голову. Это определенно к приятным событиям. Причем толкование у данной приметы два. Вам суждено отправиться в путешествие. А о том, кратковременным оно будет или длительным, поведают размеры крыльев бабочки. Чем больше их размах, тем длиннее предстоит путь. Возможно, очень скоро вы встретитесь со своим старым другом, с которым связано огромное количество приятных воспоминаний. На основании этих двух толкований можно сделать предположение, что вы отправитесь в гости именно к товарищу. И здесь опять же два пути. Либо это будет поездка в родной город, где остались старые друзья, либо вас пригласит к себе в гости знакомый, который сменил место жительства. Налицо. Если бабочка садится вам на нос, примета обещает счастье и удачу во всех сферах жизни. Особенно хорошим знаком считается ситуация, когда на нос или щеке приземляется насекомое с белыми крыльями. В этом случае успех будет сопутствовать вам повсюду. Все ваши начинания окажутся плодотворными, а сокровенные мечты вскоре исполнятся. Бабочка села на руку. Мотылек с темно-синими крыльями обещает служебный роман. На руку. Когда мотылек садится на руку, согласно народным поверьям, это сулит новые яркие чувства. А если бабочек окажется две, любовь обязательно будет взаимной. Примета в такой ситуации говорит о возможности обрести настоящее счастье в личной сфере. Вполне возможно, что это приведет к свадьбе и долгой жизни вдвоем. Но это не единственное толкование приметы. В народе говорят, что если бабочка приземляется на руку, в частности на ладонь, это может означать различные события, которые зависят от цвета крыльев. Если он золотистый, в вашей жизни вскоре произойдут весьма хорошие перемены, начнется белая полоса. Яркая пестрая бабочка сулит приход гостей. Мотылек с темно-синими крыльями обещает служебный роман. Вскоре у вас завяжутся отношения с коллегой по работе. Здесь приметы советуют обратить внимание на то, как долго просидел мотылек на вашей руке. Если он быстро упорхнул, то и радость будет мимолетной, если же задержался, счастье обещает быть долгосрочным. Бабочка села на левое плечо, предстоит встреча с другом. На плечо. Левое и правое. Когда бабочка садится на плечо, толкование приметы напрямую зависит от стороны тела. Мотылек приземлился слева, предстоит встреча с другом, причем она будет весьма неожиданной, если же справа, остерегайтесь врагов, которые наверняка захотят очернить вас недобрыми словами или же навредить поступками. Хорошим знаком считается ситуация, когда бабочка присаживается человеку на живот. Для мужчин примета не дает какого-либо конкретного объяснения, просто стоит ожидать приятных новостей либо событий. Что касается представительниц прекрасного пола, то для них в этом случае есть сразу несколько толкований. Мотылек запорхнул в комнату девушки или женщины и сел ей на живот, к пополнению в семье. Это один из ярчайших признаков того, что беременность можно ожидать совсем скоро. Незамужним молодым особам бабочка, севшая на живот, обещает предложение руки и сердца. Если при этом мотылек имеет золотистые крылья, жених будет весьма состоятельным. Если же крылатая насекомая садится на живот беременной женщины, это говорит о том, что роды пройдут благополучно, а потому осложнений опасаться не стоит. Севшую на грудь бабочку в народных приметах всегда ассоциировали с любовными переживаниями. Однако нет точного толкования тому, по какому поводу они случатся. Известно одно. Мотылек приземлился на область сердца, оно будет испытывать беспокойство. Если бабочка садится человеку на ногу, суеверия связывают это событие с приятным путешествием. Причем это будет непременно поездка для души, никоим образом не связанная с вашей профессиональной деятельностью. Она доставит вам огромную радость. Будет легкой, подарит массу положительных эмоций, добрых событий и полезных знакомств. Вы сможете полноценно отдохнуть и привезете с собою только яркие впечатления. Если обещанное не спешит сбываться, приметы советуют взять все в свои руки. Освободите несколько дней и позвольте себе насладиться полноценным отдыхом. Тем более мотылек своим поступком дает на это разрешение и обещает, что поездка пойдет вам только на пользу. Когда бабочка садится на человека, большинство примет связывают это с положительными переменами. Как нейтрализовать негатив? Когда бабочка садится на человека, большинство примет связывают это с положительными переменами. Однако есть и такие, что сулят неприятности. И для того, чтобы их предотвратить, необходимо сделать следующее. Посмотрите на бабочку и произнесите трижды улетай, негодница, да уноси с собою все плохое. В народе говорят, что визит бабочки связан с вестью из потустороннего мира. По этой причине многие опасаются ситуации, когда мотылек вдруг садится на человека. Однако даже здесь толкование приятное и вполне оправданное. Кто-то все еще заботится о вас, даже находясь по ту сторону, и при помощи пестрой посланницы старается доставить вам важное известие. Не стоит пугаться, лучше искренне поблагодарите ушедших родственников за их заботу и верьте в добро.